Наступила осень, дожди по прогнозу все чаще, а значит и луж на улице все больше. Закономерность вполне естественная и логичная, но не все дорожные проезды оказались приспособлены к такому времени года. Местные жители обратились к городским депутатам с просьбой исправить ситуацию. Подробнее в сюжете Дарья Чупровой. Местные жители собрались у бани номер один. Сюда они приходят каждую неделю. И в осенний-весенний период дорога доставляет им немало трудностей. Подъедешь к бане, не выйти, лужи. Это одно. Здесь вот сейчас под водой, там вот так вот высотой доски стоят, ямы. Машиной уже не проехать, но это еще ладно машиной, полбеды. Вот тротуар, видите, угнутый тоже. Вот это лужа, когда развивается, особенно по весне, а люди идут с остановки сюда в баню, по тротуару. Им тут уже не пройти. Полностью по луже, они обходят, где придется. Забетонировать, и будет подход и подъезд. Все, всего лишь навсего. Баня нужна, всем нужна. В прошлую пятницу от жителей поступило обращение в совет городского округа о неудовлетворительном состоянии этого дорожного проезда. В настоящий момент депутаты готовят обращение в мэрию. Я предполагаю, что будет дано поручение, произведется обсчет и обмеры данной дороги, чтобы понимать фактические затраты, средств, которые необходимы для ремонта данной дороги. Дорога уже износилась, она эксплуатируется более 10 лет. Но если успеет мэрия обсчитать, будем включать бюджет на следующий год, ну и смотреть, как мы сможем это все быстро сделать. В 2021 году в Наринмаре реализуются 24 проекта по программе формирования комфортной городской среды. Единственное, что у нас, скорее всего, один проект не будет реализован ввиду непоставки подрядчикам двух детских площадок. И в данный момент идет задержка поставки щебени. Как только щебень будет поставлен на Наринмар, будет производиться ремонт, ямочный ремонт грунтовых дорог. В том числе и попытаемся в этом году засыпать ямом, который у нас возле светофора по данной дороге. Депутаты городского совета открыты для предложений граждан. Мы готовы оказывать всяческую помощь по мере возможности. Есть, скажем так, предложения граждан, которые носят большие финансовые затраты. Тем не менее, они включаются в программы и включаются в бюджет. С проблемой луж жители микрорайона столкнулись в том числе из-за того, что данный дворовый проезд относится к пятой категории. И по приоритетности уступает остальным дорожным участкам города, которые тоже нуждаются в откачке сточных вод. В первую очередь предприятие «Чистый город» заводится о состоянии дорог возле образовательных учреждений, детских садов, школ и возле пешеходных переходов. Работа сотрудников муниципального предприятия зависит от погодных условий. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».